В Урмарском районе в деревне Большие Чаки живет мастер по обработке дерева и изготовлению из природного материала предметов интерьера и мебели. Моя коллега Наталья Мальчикова расскажет, как в руках настоящего мастера дерево обретает новую жизнь. Из дерева сделать можно все, считает Леонид Николаев. Его самый любимый материал – дуб. Несмотря на свою крепость, эта порода поддается самым смелым фантазиям мастера. Причем изделие получается, как говорится, без сучка и задуринки. В прямом и переносном смысле. Дуб – это священное дерево нашего народа, чуварского, сулваро-булгарского народа. С древних времен наши предки почитали это дерево как защитника, источника энергии, вдохновения. Дуб – очень твердый материал, очень долговечный. Вот у нас есть стул 1822 года, по-моему, сделанный нашими предками. Больше двух месяцев работы и около десяти бревен отменного дуба ушло на эту лестницу. Материал привезли из Краснодарского края. Изящные и красивые предметы интерьера не раз приносили победу в различных конкурсах. Леониду Николаеву помогают сыновья. С малых лет они перенимают опыт и секреты ремесла. Я занимался под сбором материала дуба. То есть его склейкой. Это сложная технология. И мой брат вот эти узоры сделал. А я занимался шлифовкой и покраской. Готовые изделия красят. А это еще более долгий и кропотливый процесс. Но он придает изделию особый шарм. Здесь семь слоев краски. Первый слой морилка. Второй слой грунтовочный. Третий слой здесь покрашено кроколетом, который создает эффект трещинки. Мы как бы искусственно состариваем предмет. Мастерская пахнет тонким ароматом дерева. Здесь привычные обретают новые формы. Тончайшие узоры, похожие на чувашскую вышивку. По оригинальному почерку узнаются исторические корни. Это традиционный суворумовский ковш, который с древних времен использовали наши предки. Здесь на этой работе, вот видите, мой родовой знак. Это можно и детям, и внукам оставить. Так Леонид Николаев создает летопись своей семьи. Писать ее обязательно продолжат следующие поколения. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.